Когда-то давным-давно наша планета была тропическим раем. Теплые воды у современного Архангельска были населены крокодилами. Антарктида и Австралия были одним континентом, а большую часть суши населяли исполинские существа, динозавры. Населяли, а затем исчезли. Это событие ученые знают как мелпалеогеновое вымирание. В массовой культуре оно известно как вымирание динозавров. Но что все-таки тогда произошло? Где-то 66 миллионов лет назад между меловым периодом и полиогеном в кратчайшие сроки на Земле исчезла 1,5 всех живых существ. В том числе около 16% морских животных и 18% сухопутных. Звучит не очень страшно. Всего за 200 миллионов лет до того Земля пережила пермь-триасовое вымирание. И тогда с лица планеты исчезло около 60% видов. Но даже 18% сухопутных видов и 16% морских оказалось достаточно для того, чтобы повлиять на все существование экосистемы. Достаточно сказать, что на суше не осталось ни одного вида средних и крупных размеров. И еще несколько миллионов лет сухопутной жизни длиннее метра не существовало в принципе. Скоро, конечно, ну скоро по геологическим меркам, экосистемы восстановились. Но без динозавров. Конечно, можно сказать, что динозавры есть на Земле до сих пор. Птицы – это их прямые эволюционные потомки. Например, археоптерикса – первого динозавра, освоившего полет. Крокодилы – тоже ближайшие родственники динозавров. Но вот гигантские тираннозавры, маленькие июлькие хищные велоцирапторы, огромные травоядные диплодоки и брахиозавры, морские ящеры-плезиозавры – все они вымерли. Как мы вообще узнали об исчезновении динозавров? Все началось в конце 18 века с немыслимой по своей смелости идеей. Жорж Кювье предположил, что виды живых существ могут вымирать. До него считалось, что планета со всеми ее животными и растениями была неизменна. И существует ровно в том виде, в каком ее сотворил Бог. Новация Кювье была в том, что он сказал – подождите, а как же потоп? Может, до потопа что-то было по-другому? Любопытно, что в эволюцию Кювье при этом не верил. Историю он трактовал как серию актов божественного творения, за которыми следовали разного рода катастрофы, тоже вызванные божьей волей. Такая картина мира устарела еще при жизни Кювье. И с каждым новым открытием все ближе становился 1859 год. Год публикации революционного труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Теория Дарвина смогла связать огромное количество ископаемых останков в единую картину, помогающую палеонтологам понять, как вообще развивалась жизнь на Земле. Однако после Дарвина идеи Кювье никуда не исчезли, и следующие сто лет две школы спорили между собой. Со временем идеи Дарвина стали преобладать. Вторую половину XIX и первую половину XX века было принято считать, что динозавры постепенно выбыли из эволюционной гонки, а говорить об их вымирании как о сиюминутном событии стало неприлично. Версий, объясняющих эволюционное давление, за сто лет изобрели достаточно. Была, например, такая. Появились цветковые растения, которые постепенно испускали алкалоиды и отравляли динозавров. Другие версии были сложнее. Например, предположили, что динозавры вымерли из-за того, что млекопитающие поедали их яйца. В целом версии было столько же, сколько специалистов, занимавшихся этой темой. Удивительно, но в конце концов, в том, что касается динозавров, прав оказался именно Кювье. Все изменил Иридий-77. Произошло это только в 70-х годах XX века. В 1973 году была сформулирована так называемая гипотеза черной королевы. Суть ее в том, что для выживания вида он должен эволюционировать вместе с экосистемой, в которой живет. Или погибнуть. К тому моменту было известно, что в стабильных экосистемах в среднем около 5% всех видов заняты вымиранием. Казалось бы, все ясно, новых динозавров не появилось, старые вымерли, дело раскрыто. Но в 1977 году американский ученый Луис Альварес обнаруживает на границе горных пород мезозоя и кайнозоя металл под названием Иридий. Этот металл крайне редкий на поверхности Земли, в отложениях между двумя геологическими эпохами, нашли в невероятной концентрации. В сотни раз больше, чем в любых других известных горных породах. Столько Иридия до этого обнаруживали только в метеоритах. Спустя год, в 1978 году, мексиканская нефтедобывающая компания нашла на востоке страны, на полуострове Юкатан, крупную геологическую аномалию. Структура диаметром более 150 километров охватывала весь полуостров и уходила далеко в море. И время образования этой аномалии совпадало с геологическим периодом необъяснимого избытка Иридия. Как это часто бывает, научное сообщество еще несколько лет отвергало новые находки и концепции. Но вскоре палеонтологическая мода изменилась. В 1981 году в США проходит геологическая конференция, на которой совокупность разобщенных данных из разных частей света, из США, Советского Союза, из Австралии и из Африки, сводится в единую картину грандиозной катастрофы. Гипотеза Луиса Альвареса получает существенные подтверждения. Да, на Землю упал астероид, оставивший кратер Чикшулуп, ранее упомянутый кратер на Юкатане. Тут надо сказать, что одним астероидом дело не ограничилось. Примерно 72 миллиона лет назад началось сильнейшее падение уровня моря почти на 200 метров. Морские экосистемы оказались в сложном положении. Параллельно менялся климат. Средняя температура на планете тогда была около 25 градусов, что гораздо выше современного уровня. Но в промежутке между 68 и 66 миллионами лет назад наблюдались сильные колебания. Несколько раз температура на Земле падала на 10 градусов и практически сразу возвращалась к прежнему уровню. За 500 тысяч лет до границы Мелового периода и Палеогена обнаруживаются следы сильнейшей вулканической активности. Половина индийского субконтинента превращается в сплошную зону магматизма. Огромные лавовые потоки вырываются сквозь разломы в земной коре и разливаются на миллионы квадратных километров. Одновременно в атмосферу выбрасываются пепел и газы, и на Земле начинается вулканическая зима. Мало того, что холодно, еще идут кислотные дожди, и кислотность океана тоже меняется. О вымирании говорить еще не приходится, но экосистемам наносится очень серьезный удар. Несмертельный. После этого кризиса вполне могло начаться медленное восстановление. Если бы не астероид, который столкнулся с Землей 66 миллионов лет назад. Диаметр астероида более 10 километров. Миллиарды тонн пород земной коры в доли секунды испаряются и превращаются в пепел и сажу, которые покрывают толстым слоем всю планету. На берега материков обрушивается цунами. Падающие обломки раскаляются в атмосфере, нагревая ее на сотни градусов и превращая на несколько минут весь воздух в раскаленную духовку. Сейсмическая волна от удара запускает вулканы по всей Земле. И планета за несколько минут из тропического рая становится адом с раскаленным воздухом, дождями из серной кислоты, пожарами повсюду и постоянным полумраком. Потому что Солнце скрыто за плотным слоем дыма. Страшная катастрофа поистине библейских масштабов, буквально апокалипсис. И все же удар не был бы таким страшным, если бы не проблемы с морем, начавшиеся еще до удара. Основой морских экосистем был фитопланктон. Это микроскопические существа, их доля в общей биомассе сравнительно небольшая. Но именно они – основа всей жизни в океане. Фитопланктон кормит зоопланктон. Тот кормит собой рыб, криль, медуз, моллюсков и многих других существ. Которые, в свою очередь, кормят собой хищников, аммонитов с их гигантскими раковинами и плезиозавров с их 10-метровыми шеями. Климатическая катастрофа привела к гибели микропланктона. И к прилету астероида его уже практически не осталось. Продуктивность морских экосистем упала практически до нуля. Пищевая цепочка прервалась. Из морских обитателей выжили только некоторые головоногие, а также частично связанные с сушей организмы – амфибии, черепахи и крокодилы. Если к моменту падения астероида где-нибудь еще могли сохраниться мозазавры и плезиозавры, то очередное окисление океана с полной гибелью микроорганизмов окончательно их добило. На суше ситуация была другая. Если морских обитателей проблемы с климатом практически добили, то сухопутных наоборот простимулировали. В ответ на резкие изменения температуры начали проявляться сложные сообщества с высокой специализацией видов. В конце мелового периода появились цветковые растения, вступившие в сложный симбиоз с насекомыми того времени. Благодаря появлению злаков и трав впервые появляется дерн. В теплое время суток, днем, суша принадлежит хладнокровным гигантским рептилиям. А ночью наступает время многочисленных маленьких млекопитающих. И пока млекопитающие занимают низший уровень цепочки питания, динозавры занимают средний и верхний уровень. И в момент падения астероида это сыграло с ними злую шутку. Морская катастрофа уничтожила большую часть фитопланктона, а катастрофа на суше ударила главным образом по растительности. Первые несколько лет после падения астероида на Землю днем было так же темно, как в безлунную ночь. Понятно, что это привело к гибели большей части растений, уничтожив кормовую базу всех травоядных существ. Первыми вымирают специализированные травоядные динозавры – гигантские завроподы, питавшиеся исключительно листвой с верхушек деревьев. Вскоре за ними последовали другие травоядные. После гибели травоядных закономерно исчезают спервокрупные, а затем и средние хищники. Чуть дольше сохраняются мелкие тераподы. У них были все шансы пережить это вымирание, если бы не конкуренция. Млекопитающие и птицы не дали им шанса в эволюционной борьбе постапокалипсиса. У тераподов не было ни крыльев, чтобы улететь в случае чего, ни теплой крови, чтобы спастись от холодов. Птицы и млекопитающие выжили, но чувствовали себя немногим лучше динозавров. Вымерли на 90%. Спустя несколько десятилетий после падения астероида поверхность Земли стала совсем другой. Планета стала гораздо холоднее, но постепенно восстанавливалась. Первой начала воскресать растительность. Сохранившиеся семена растений начали прорастать после многолетней тьмы и холода. Выжившие организмы начали распространяться. После гибели практически всего живого, незанятых экологических низ была масса. Среди тех, кто пришел к успеху, можно выделить три группы. Во-первых, это костистые рыбы. Когда-то это была малочисленная и не самая успешная группа рыб. Что с ними сегодня мы знаем? У большинства привычных нам рыб есть кости. Во-вторых, конечно, млекопитающие. Когда-то это были маленькие ночные зверьки, которые жили в тени динозавров. После вымирания динозавров они оказались на вершине биологического мира. Взрывной рост разнообразия, увеличение размера, появление специализированных видов. И все это очень быстро, спустя 100 тысяч лет после астероида. Собственно, млекопитающие – это мы с вами. В-третьих, как ни странно, выжившие динозавры. Несмотря на гибель морских и сухопутных видов, одна из ветвей динозавров – птицы – получила огромное преимущество в этом новом мире. Неоспоримое преимущество полета и относительно небольшие размеры позволили птицам не только выжить, но и стать одной из самых многочисленных групп животных. Сегодня их более 10 тысяч видов. Спустя миллион лет после массового вымирания Земля вновь была полностью населена на всех уровнях. Жизнь снова кипела и развивалась. Но это был совершенно другой мир. С другими условиями, другим климатом, другими формами жизни. И, конечно, без тех гигантских рептилий, которые еще совсем недавно были царями всех зверей на нашей планете. В общем, мелполиогеновое вымирание было совокупностью нескольких сложных и последовательных процессов. Сыграл роль не только удар астероида, но и изменение климата. Несмотря на это, жизнь сохранилась и продолжилась, как и после других великих вымираний. И хотя динозавры вряд ли когда-нибудь вновь станут доминирующими видами на Земле, их эволюционные потомки живут среди нас. Может быть, когда-нибудь в будущем другой разумный вид будет также говорить о нас с вами. Субтитры создавал DimaTorzok